Приветствую вас. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что люди, которые вокруг вас, подвигаются с вашей стороны ненависти и, собственно говоря, зависти, как я понял, вы завидуете, а также не можете радоваться за кого-то. Скажите, пожалуйста, вы можете себя позиционировать как уверенного в себе человека, у которого нет внутренних конфликтов, у которого нет внутренних сомнений в себе, который знает, чего он хочет, находится в гармонии с собой. И вообще вообще не испытывает никаких проблем с самооценкой, который здраво отдает себе отсчет в том, кто он, какие у него сильные и слабые стороны. И спокойно принимает в себе не только какие-то хорошие моменты, но и моменты не очень хорошие. Принимает в себе недостатки. В себе, в себе же, как бы это сказать, да? В себе саму принимает недостатки. Вот, постарайтесь ответить себе на этот вопрос. А принимаете ли вы себя таким, какой вы есть до конца? Почему я вас об этом спрашиваю? Дело в том, что по вашему сообщению, по вашему письму, можно сделать несложный вывод, что на других людей вы проецируете свои, как вот вам правильно заметили, механизмы защиты. Но, понимаете, механизм защиты, он имеет причину, он имеет источник. И в вашем случае, этот источник, не что иное, как неуверенность в себе. И, собственно говоря, из-за неуверенности в себе у вас возникают подобные моменты, то есть моменты, связанные непосредственно с непониманием себя, непониманием того, чего вы хотите, непонимание ваших проблем, непонимание ваших сомнений в себе, непонимание, возможно, того, куда вам нужно идти, к чему стремиться и так далее. То есть вот эти моменты, по сути, кажутся мне ключевыми для вас и основными. И для того, чтобы вам с этим справиться, я бы сказал, что нужно, вот прямо-таки в обязательном порядке вам нужно над всем этим хотя бы самостоятельно поработать. Для чего? Чтобы перестать мыслить неверными понятиями. Вот сейчас, на данный момент, вы выслите именно неверными, неправильными понятиями. Почему? Вы следите на других людей, вы на них, как я понял, сердитесь, да, вы видите у них врагов, но в действительности проблема кроется в вас саму. И эта проблема в вас саму, она решается через проработку именно своих моментов. То, что вы не можете общаться с людьми нормально, так как не можете на них радоваться, то, что вы считаете врагами тех, кто умнее вас, это все следствие, следствие того, например, что вам нужно за счет девушки самоотвердиться, за счет позиционирования людей, как врагов, вам нужно опустить их, сделать их хуже себя, для чего? Чтобы самому и себе казаться лучше, умнее и так далее. Вопрос в том, почему у вас есть это желание и как это можно исправить. Определенно, поскольку вам 19 лет, то можно сказать, что этот процесс у вас сформировался, скорее всего, в детстве. И из-за того, что он работает у вас не так давно, кстати говоря, было бы неплохо, если бы вы написали, всегда ли так было или нет. Так вот, из-за того, что он у вас работает недавно, в принципе, его можно заменить на другой, более правильно, но это возможно только в том случае, если вы готовы личностно расти, если вы готовы личностно развиваться, если вы будете критически к себе относиться и больше себя контролировать, получать свою уверенность в себе, если вы хотите анализировать и руководствоваться не теми аспектами, которые представляются наиболее яркими для вас, а причинами, которые могут быть на первый взгляд закрыты от вас, закрыты. Если вы будете действовать так, то я думаю, что вполне можно наладить свою жизнь. Значит, ага, вы пишите о том, что вы себя не контролируете, что у вас сервис, что вы пьете успокоительное, соответственно, я думаю, что здесь вам нужно бы обратиться к врачу, потому что, может быть, у вас проблема с работой нервной системы. В этом случае вам желательно бы обследоваться врача, дабы устранить возможные физиологические причины того, о чем вы пишете, устранить вероятность заболеваний, а дальше, если таких заболеваний у вас не будет, то, соответственно, можно будет заговорить о наличии психологической стороны вопроса, которую, вот, собственно, я вам и раскрыл. То есть пока, на первый взгляд, не очень понятно, откуда у вас это желание произошло. Есть ли оно следствие, например, комплекса? Если есть комплекс, то комплекс нужно разбивать. Следствие ли оно каких-то уже ваших собственных мыслей? И сравнение себя с другими, как вам сказали мои коллеги. Ну, нужно с вами разбираться и вам помочь. Вот так вот, в формате одного ответа на один вопрос, вряд ли можно будет говорить о каком-то прогрессе. Единственное, что я могу вам порекомендовать уже сейчас, это то, ко всему прочему, что я сказал уже, это то, что вы можете, вот, отслеживать свои эмоции такого типа. И каждый раз, когда вы чувствуете раздражение, вы, наоборот, заставляете себя усилием воли, заставляете себя улыбаться людям, заставляете себя, наоборот, радоваться, как бы, старайтесь улыбаться, улыбаться, и со временем вы привыкнете так делать, и хотя бы чисто внешне у вас не будет никаких проблем, то есть вы не будете обидеться. Понабираться, вот, свою маму, свою девочку и так далее. Также неплохо бы понять, неплохо бы разобраться с вашими детско-родиловскими отношениями, то есть вы ничего не сказали про своего отца, а, возможно, у вас были проблемы с отцом, то есть либо у вас не было его, либо он не принимал участие в ваших воспитания, либо его, ну, просто не стало из-за несчастного случая. То есть у вас явно недостаток мужского поведения, мужской составляющей поведения, как бы. И если это так, то ничего удивительного не располагает, что вы не были воспитаны мужчиной, и из-за этого у вас отсутствуют те самые элементы поведения, которые присутствуют обычно мужчинам. Поэтому тоже можно учиться, для этого вам необходимо осваивать модель мужского поведения. Модель мужского поведения предполагает ряд поведенческих элементов, которые, скорее всего, для вас подходят несколько новыми, несколько необычными. Откуда брать модель мужского поведения? Ну, здесь момент такой. Наиболее лучший вариант, самый лучший вариант, это, конечно, близкий человек, на котором вы бы могли равняться. Ну, например, дядя, может быть, старший брат двоюродный, или, может быть, кто-то еще, кто-то еще. Если этого нет, тогда следует выбрать фигуру, то есть, может быть, известное лицо, киногерой, актриса, актер, разобраться. И, если вы не сможете это сделать, то вы будете равняться на этого человека, в поведении вы будете стараться быть таким, как он, и это поможет вам изменить себя, изменить свое поведение, продать ему больше мужественности. Причем предположить, что для отца это будет тоже более чем полезно, потому что, ну, судя по тому, что вы пишете, я полагаю, что у вас было преимущественно женское воспитание, хотя, может быть, я и ошибаюсь. В любом случае, этот момент тоже нужно проработать. Даже если у вас есть отец, и если он принимал участие в вашем воспитании, то очень может быть, что его модель мужского поведения, которую он вам старался внушить, или мог внушить, не является правильной, не является верной, вы ее отвергали, и из-за этого наблюдать теперь определенные аномалии. Но, все можно поправить, было бы ваше желание, желание работать, и я думаю, что ваша проблема, она вполне решаема. Другое дело, что вам самому нужно реально хотеть ее решить. Для этого нужно вам записаться на консультацию с любому эксперту, с которого вы выберете на нашем ресурсе, и начать с ним работать. Это вопрос не одного дня, к сожалению, это вопрос не одной работы. Я искренне зажалею об этом. Это предмет достаточно длительной работы, ну, как минимум, 24 раза, хотя бы для того, чтобы создать некие такие устойчивые конструкции для основания нового поведения для вас. Вот. В любом случае, вы можете выбрать эксперта любого, который вам понравится, которому вы доверитесь, и с ним начать работать. С этим все, надеюсь, что помог вам. Мною были высказаны основные предположения по причинам, мной были высказаны основные направления по работе, мной были высказаны рекомендации относительно того, что вы можете делать уже сейчас, и я постарался обрисовать вам всю ситуацию в целом, дабы она вам была понятна. Что вы решите делать? Это уже целиком и полностью ваша ответственность. Надеюсь, что вы примете верное решение. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok